Беспрецедентные случаи в Муроме. В организации города приходят сборщики подаяния на благое дело. Они собирают помощь для детей из Муромского дома ребенка. Однако об этом ничего не знают в самом доме ребенка. Заняться благотворительностью решили мошенники, тем самым наживаясь на обделенных материнской лаской детках. Одобрение во благо в сюжете нашего корреспондента. Невозможно пройти мимо страданий детей. Этим-то и пользуются мошенники, пытаясь вытянуть деньги из людей. Жертвы обмана, рассчитывая на благие намерения, даже не догадывались, что их помощь не дойдет до нуждающихся детей из детского дома. Схема мошенников уже успела сработать, но администрация специализированного дома ребенка предупредила горожан. Учреждение сборами денег для нужд детей не занимается. Я вас заверяю в том, что воспитанники дома ребенка ни в чем не нуждаются. Государство их обеспечивает прекрасно. И никого мы не уполномачивали на сбор средств для нашего учреждения. Иногда жители города Мурма приходят в наше учреждение, приносят какие-то вещи, но это все конкретно. Мы всегда все это учитываем, записываем, выражаем искреннюю благодарность и, если возможно, используем для нужд детей. Но это бывает только от чистого сердца. Никакие сборы мы никого производить не уполномачиваем. Мошенничество стало настолько часто практиковаться, что за время успело обрести классификацию. В случае с детским домом это мошенничество с деньгами. Также наиболее распространены банковские, телефонные, а также интернет-аферы. На всех их объединяют просчитанные психологические шаги навстречу будущим жертвам. План действий может быть настолько продуман, что способен провести даже самых бдительных людей. Во-первых, никогда не переводить никому деньги и не называть счета своих банских карт и кредитных, там, счетов вообще, какие деньги, денежные средства, где у вас хранятся. Второй момент, не покупать и не заказывать товар либо вещи на сомнительных сайтах, которые непроверены. Куда надо перечислять деньги, не зная, что ты потом получишь товар и товар будет надлежащего качества. Не верить тем, что говорится в основном по банским картам электронным счетам. Совершая любые финансовые действия, не забывайте о том, что деньги, заработанные честным трудом, вы можете потратить с пользой для себя и близких. Гайнетов Масян, Алексей Капотов, Новости Муром.